Субтитры сделал DimaTorzok Какая-то херота с интернетом. Блин, а люди-то вообще совсем ухеревшие. На красный сигнал с нас светофоры проезжают. Как вот за километр горит красный. То есть не то, что он там подъехал желтый. Едем метров сто, наверное, светофоры красный горит. Спокойно, проехали три машины. Вот так вот. Привет-привет, друзья. How are you? I'm fine. And you? Friend. Ладно. Это все речевые многообороты. Давайте как-то это о делах. Так вот я говорю, у меня сегодня сорвался эфир практически. Я успел осветить пару событий, которые происходили за последнее время. Потому что начался в Иваново семинар главного тренера сборной по ММА России. Вот. И вчера был на первом семинаре. А сегодня у меня в рамках... А что это такое творится-то? Что-то, по-моему, ощущение, как какие-то страшные магнитные бури или что-то такое. По встречке только что пропорол чувак на скорости километров 120, наверное, в час. Проскочил и полетел дальше на красный сигнал светофор. Там народ просто шарахнулся на встречке. В сторону. Обалдеть. Что-то неладно в датском королевстве. Вот. И сегодня в рамках семинара вот это вот. У меня целое занятие, да. Можно сказать, мастер-классом можно назвать. Можно еще как-то по-другому. Вот. И... Постараюсь, конечно, чтобы кто-то что-то записал. Потом, значит, выложить. Там много будет освещено интересных вопросов по стабилизации кулака, по наукреплению ударных поверхностей, по постановке мощного пробивного удара и так далее. Вот. Так что будет интересно. Кстати, что самое ценное, специально, зная, что вот такое выступление в семинаре будет, а что же семинар будет, нам известно, было задолго, то есть за месяц, наверное, да, потому что мы же его и организовывали, то есть организовывала в Академии Фудокан с Григорианом Рудольфом и было задумано, что на моем мастер-классе будут задавать большое количество вопросов. Скажу, друзья, какие вопросы будут, я не знаю. Специально было так задумано, чтобы я вопросов не знал, никаких специально программных ответов, программных вопросов не будет. Вот они вопросы готовили. Причем готовили, я сказал, готовьте любые самые каверзные в огромном количестве вопросы, любые, которые касаются тематики. Я отвечать буду на вопросы любые, с удовольствием. К ним готовиться не буду. А ребята, зачем мне готовиться? Представляете, я овладею темой как гипермастер, гипермастер без ложной скромности, потому что этой темой я занимаюсь на протяжении хреновой тучи лет. То есть более 20 лет я занимаюсь работой на макеваре и исследую все, что с макеварой связано. И что, что связано с тем, как макевара влияет на тело человека, как с помощью нее можно корректировать биомеханику приема, как можно укреплять ударные поверхности, как перестраивается анатомия, кости, анатомия суставов, мышц и так далее. Поэтому никаких проблем, собственно говоря, быть не должно. Единственное, мне, конечно, хотелось бы, чтобы списали семинар, чтобы вы тоже могли все это посмотреть, то есть те, кому это будет интересно. А, кстати, если у вас есть какие-то вопросы сейчас, вы их тоже можете написать. Я постараюсь их запомнить и каким-то образом коснуться их во время мастер-класса. Если это потом все выложено будет на Ютубе или где-то еще там, то вы узнаете ответы на свой вопрос. Хочу сказать, что демонстрации все будут происходить на макеваре Камертон Шилова, то есть на макеваре моей конструкции, но многие вопросы, которые будут освещаться, они работаются, в принципе, и на любой макеваре. Но не так удобно и не так хорошо, как на макеварах Камертон и МБШ. Это однозначно совершенно. Чтобы иллюзий лишних не было, чтобы было правильное понимание темы. Потому что такие вещи, как постановка пробивного глубокого удара, то есть упражнения, подводящие на стабилизацию и фиксацию лучезапясного сустава, на выработку адемпфирования ударного звена, это все возможно в полной мере и наиболее качественно только на макеварах Камертонного типа, то есть на макеварах Камертон Шилова и МБШ, у которых есть отбойник. То есть не просто пружинищий внутренний элемент, как баек, а есть еще и отбойник. Вот там это все работает наилучшим образом. Посмотрим, кстати, сегодня, как бойцы внутренней ММА, наши Ивановские, из области соправляться будут с тестами, которые будут значит на этом семинаре. Боюсь, что, конечно, времени чрезвычайно мало, чтобы затронуть аспекты все, какие только можно. Но постараюсь осветить максимальное количество разных аспектов, для того, чтобы заинтересовать еще больше, в том числе, и главного тренера сборной России по ММА. Вот. Оптимальным вариантом было бы, конечно, то, если бы данный мастер-класс обослужил неким стартом для того, чтобы провести целый ряд семинаров, а не мастер-классов, в самых разных городах, организациях и федерациях. В ближайшем планируется на самом деле уже в Нижнем Новгороде. Здравствуйте. Ваше мнение Кличко Джошуа. Знаете, если честно, то боюсь что-либо прогнозировать. А вернее, не боюсь прогнозировать. Я, как все, наверное, хочу, чтобы Кличко в конце концов набили по-нормальному фейс. Причем, так, технично, чтобы не гоблин к гоблину, да, а чтобы это было технично и все такое. Как боксирует и смотрите Кличко, мы знаем, мы видели, а многократно никто ничего нового не ждет. А вопрос, как подготовлен к этому будет Джошуа и что он будет применять, это уже другой вопрос. Конечно, он тоже технику Кличко знает. И все, кому не лень, говорили о том, что все знают, как боксирует с Микличко и все знают, что против него делать. Но тем не менее, на протяжении долгих лет ни у кого не получалось эти знания реализовать на практике. Но не в силу того, что Кличко не въебенный, боксер хороший, а в силу того, что используя дыры в правилах, ну а так, как по-другому назвать, дыры в правилах, он выбрал определенную тактику подростки весовые показатели и пытается ложиться на всех сверху, превращая бокс в полное говнище. Два удара, больше ничего не умеет, чувство дистанции, ну, есть, конечно, оно не такое, чтобы сам красивый и технично вести бой, а для того, чтобы выставить свои корявки, пытаться держать на дистанции противников. То, что он атлетичен и вынослив, но, скажу честно, на выносливость его особо и никто не проверял, вот, потому что таких плотных самбоев, предположим, как у средневесов в тяжах уже редко встретить можно, когда идет огромное количество выброшенных ударов, вот, тяжелых ударов причем, и бои это плотные, нет, такого уже давным-давно не видно. Кстати, обратите внимание на тот факт, что самые коммерческие, самые интересные бои переместились из супертяжелого дивизиона, и из-за абсолютки, совсем в другие категории, да, заметили? Раньше, когда там был Тайсон, Холифилл, там, да, Льюис, самые дорогие бои, эти коммерческие, были именно в супертяжелом весе, все туда ломили, и в Лас-Вегасе, когда проводились эти бои, там, билеты стоили просто каких-то запредельных цифр, фантастических, вот, вот, а теперь все переместилось абсолютно в другую номинацию, почему? Потому что важен интерес, важен красивый, интересный бокс, Кличко, ему даже бои никто не хотел организовывать в том же Лас-Вегасе, почему? Да потому что никто не придет смотреть на эту хуету, это неинтересно совершенно, интересно с точки зрения, конечно, там, кто же будет в супертяжах сам чемпионом, но, вы знаете, это, это такие бои, которые можно по радио посмотреть, вот, вот, такие бои, как, Кличко ведет, можно смотреть по радио, но, это вполне, потому что там ничего не происходит сверхъестественного, там, не хотят смотреть вообще, там, можно только, там, узнать сам результат, и весь бой можно представить себе вот так вот, если там, знать, как там, это в раундах было, может, еще себе представить эту картину с достоверностью на 200%, все, вот так это выглядит, на самом деле, так, сейчас отвечу про макевару, да, интересно, вопрос, он такой, объемный, как подобрать жесткость макевары, с какой силой бить, вы с какой целью интересуетесь, как подобрать жесткость макевары, если вы конструировать ее хотите, я вам ничего рассказывать не буду, зачем мне это, подбирайте сами, и делаете, вот, если вы говорите про мои макевары, вы приобретаете мою макевару, там уже жесткости все подобраны, так, как надо, вот, ставите, с какой силой бить, для набивки нужно бить так, чтобы не пробивать боек до конца, вот, для постановки, ну, значит, удара пробивного, нужно бить так, чтобы боек ударял в отбойник, причем, должен ударять очень сильно, а жесткость подбирает именно так, чтобы вы боек в отбойник могли пробить, вот, все, все очень просто, на самом деле, зайдите на мой канал на YouTube, и там есть плейлист, который называется макевара, там офигенное количество бесплатных видео, колоссальное количество бесплатных видео, можете посмотреть все, и все поймете, как что там надо делать, как надо пробивать все, там все рассказывается, вот, вот, я ничего не имею против самоделкиных, которые там делают что-то подобное, ну, вот я создал, да, конструкцию такую, да, я ее запатентовал, и все, но если кто-то воспроизводит подобные, ну, агрегаты, а для собственного пользователя, я, честно говоря, ребят, ничего не имею против, чтобы вы на своем контрафакте покалечились, это дело вашего выбора, ну, то есть, вот, вы считаете, что вы лучше сделаете, чем сделал я, человек, который, то есть, работает на макеваре, хреновую тучу лет, и разрабатывал, значит, подобные макевары со всеми их ТТХ, тоже хреновую тучу лет, если вы считаете, что вы, там, пойдя в магазин, купят, там, две доски, соединив четырьмя болтами, добьетесь такого же саморезультата, еще и, к тому же, не зная методики работы вот на такой именно макеваре, и непонятно, зачем именно ее воспроизводить, лучше доску в землю закопайте, и то будет больше толку, чем от макевары камертонного типа, если вы не знаете, как правильно работать на ней, вот, пожалуйста, делайте, я вот только против того, когда мои макевары начинают, запатентованные, да, делать на основе коммерческой, то есть, на продажу, и рекламируют это в сети, в интернет, и все такое прочее, ну, это до поры до времени, так что макевары запатентованы, и уже три суда было, и все три суда были выиграны, и там нормально так, еще и на этом заработал, чуть-чуть побольше ляма рублей, ну, это не так много, конечно, но все равно, вот с этих трех судов, нарушение авторских прав, из упущенной выгоды, и так далее, вот, поэтому, если до вас не добрались пока, то, это дело времени, на самом деле, хотя, мне заниматься такой, пиддерси, это не нравится, я готов даже просто отдать все гонорары с этих судов, все, что высадится, просто это юристу, пускай они занимаются, мне ничего с этого не надо, ничего зарабатывать, на этом не хочу, просто я не хочу, чтобы люди занимались откровенно подделкой, нарушая мое авторское право, так что, если есть такие, где юристы, среди зрителей моих, которые готовы посудиться с теми, кто будет в контрафакт, я, ребята, уверяю вас, я ничего высуживать даже не буду для себя, высуживайте для себя, защищайте мое право, а все, что вы судите у этих товарищей, которые подделывают, можете себе забрать, вот и все, так, кстати, хорошая мысль, спешу я по этому поводу видео и выложу его на YouTube, просто приглашу людей, надумаю, что среди моих подписчиков и зрителей, на этом, все те, кто заинтересуется вопросом и нагнут раком всех, кто будет контрафакт, ну, ладно, давайте перейдем на другую тему какую-нибудь, вот, нет, я не в смысле, то, что надо тему с макевары перевести в какую-то другую сторону, мы можем продолжить, именно по макеваре говорить, но на аспекты какого-то технического характера, на аспекты по работе на макеваре, это вот будет норм, кстати сказать, сейчас ведется серьезная политика на то, чтобы ввести макевару как обязательный снаряд в методологию подготовки бойцов контактных видов единоборств, ну, прежде всего, в ММА. С какой целью? Ну, понятно, что неплохо иметь пробивной мощный удар, да, это все замечательно, это как важнейший из аспектов, но на самом деле не супер самый важный. Супер самый важный аспект работы на макеваре для контактников, особенно, кто работает голыми руками или практически незащищенными руками, это предотвращение травматизма спортивного во время тренировок, во время соревнований. Вот это гораздо важнее в разы, потому что ММА сейчас относится к тем видам спорта, которыми занимаются дети, то есть, это стал именно вид спорта, открываются спортивные секции все больше и больше, и больше детей идут заниматься туда. И, конечно, разумеется, что травмы не нужны, если хочется сделать вид спорта массовым родители должны понимать, что подготовка и занятия в этих секциях относительно безопасны не приведет к травматизации, их чадушке. Правильно совершенно? Это естественно. Ни один нормальный родитель не захочет, чтобы ребенок, предположим, сломал себе руку, причем чуть ли не целенаправленно, или пальцы на руках там выбил. А если он еще по жизни занимается чем-то, я не устану про это говорить, это очень серьезно на самом деле. То есть, не все станут профессиональными бойцами. Далеко. Жить и жить еще. И поэтому руки нужны нормальные, и пальцы нужны нормальные. И правильная работа на макеваре, правильная подготовка способствует тому, что травматизация кисти смоется к минимуму. Со всем избежателем травматизма это невозможно. всегда существуют какие-то допустимые погрешности. Всегда. Но они могут быть снижены в разы. Даже не на какое-то количество раз, не на какой-то маленький процент, а в разы, то есть на сотни процентов. И вот это вот очень важно. Да-да-да, именно так. ММА как раз вид спорта, который активно формируется за последние годы. Вот. Новые виды спорта нуждаются в новой методологической базе. И они готовы принимать новое, особенно если новое доказывает хорошо свою состоятельность. посему здесь открываются хорошие возможности для понимания этого вопроса и для развития этой темы. Ну ладно, друзья, давайте вопросы задавайте. Кстати, кто не успел задать вопросы в рамках проекта Корректура с утра, когда 8-часовой был эфир, вы можете сейчас успеть это сделать. Потому что ехать еще, прошу прощения, что-то зевнулось, ехать еще минут 10 может меньше, поэтому на один вопрос могу успеть ответить полноценно. Если он не будет такой прямо размазанный конкретно. Или наоборот, это будет общий вопрос, но который не требует детального и всестороннего освещения проблем. Давайте. Жду одну минуту. Потому что я понимаю, что вопросы приходят немножко с опозданием. Если не будет, значит эфир завершаем. Обязательно, ребят, когда вы ходите на мой эфир, кто специально целенаправленно ловит меня, мои подписчики, готовьте вопросы заранее, чтобы не приходилось из вас это вытягивать. Ну, имеется ввиду хорошие вопросы, потому что вопросы ни о чем и всякие хаваю, ха, ну, как он нарочит, это не то, что нужно. Понимаете, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok